Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема Предательство Иуды и взятие Иисуса под стражу Евангелие от Иоанна, 18 глава с 1 по 12 стихи. Предыдущая 17 глава Евангелия от Иоанна заканчивается тем, что Господь Иисус Христос произнес первосвященническую молитву Богу и Отцу. Эта молитва, как и окончание прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками, проходила где-то на свежем воздухе в некоем саду, но это еще не был сад Гефсиманский, что и видно из 1 стиха 18 главы. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Господь Иисус Христос и апостолы переходят через поток Кедрон, который был естественной границей, отделявшей восточную часть Иерусалима от Елеонской горы. Они идут с запада от Иерусалима на восток и восходят на некое место на Елеонской горе, где располагался сад, название которого доносят до нас другие евангелисты. Он назывался Гефсимани. В настоящее время есть несколько участков на склоне Елеонской горы, которые претендуют на то, чтобы быть идентифицированными как Гефсимани. Точно нельзя сделать вывод, какой именно участок и является той самой Гефсимани, но очень вероятно, что это участок, находящийся на территории монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины, Русской Православной Церкви за границей. Как бы то ни было, или там, или где-то неподалеку, может быть, чуть-чуть ниже, на Елеонской горе, и располагался Гефсиманский сад. Возможно, что этот сад принадлежал кому-то из последователей, и не исключено, что тайных последователей Господа Иисуса Христа. Экзогеты даже выдвигали предположение, что тот же самый человек, который предоставил Господу место, дом для Тайной Вечери, был и владельцем этого сада Гефсимани. Видно, что Господь Иисус Христос со своими учениками довольно часто бывал в этом месте во время своих предыдущих визитов в Иерусалим. Поэтому это место знал и Иуда. Возможно, что в начале Тайной Вечери, когда Иуда еще присутствовал со Господом и апостолами, кто-то сказал о том, что впоследствии Господь намерен перейти туда для того, чтобы там продолжить общение с учениками. Об этом говорится во втором стихе. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Третий стих. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками, и оружием». Вероятно, Господь Иисус Христос находится с учениками где-то в глубине сада, и поэтому Иуда предводительствует, показывает путь отряду воинов и также группе служителей от первосвященников и фарисеев. Отряд римских воинов назван в тексте Евангелия от Иоанна греческим термином «спира». И сам по себе этот термин представляет интерес в связи с тем, что последует дальше в изложении этой истории. В древнегреческой литературе термин «спира» был переводом латинского военного термина «манипула», который обозначал основное тактическое подразделение римской армии с IV века до Рождества Христова по конец II века до Рождества Христова. Сам по себе латинский термин «манипула» происходил от буквально «манус рука», поскольку на штандарте, под которым собирались воины-манипулы, сверху древка этого штандарта изображалась рука с открытой ладонью, символ принесения легионерами присяги на верность. Манипула в указанный период могла состоять или из 120, или из 60 солдат, которые так и назывались манипулари. Но эти числа условны. Количество солдат в манипуле могло отличаться. Однако сложность заключается в том, что в результате военных реформ Гая-Мария в конце второго века в Римской армии отказались от этого подразделения как основной тактической единицы и перешли к агортам как к основному подразделению. Кагорты уже были иные по численности, были кагорты в 600 человек, были и в 1000 человек, иные могли насчитывать 360, но это подразделение уже значительно больше, чем манипулы. Что же имеется в виду здесь? Для того, чтобы понять, что из себя представлял отряд римских воинов Спира, необходимо также посмотреть на 12 стих этой же главы, где евангелист Иоанн пишет тогда воины и тысяченачальник в русском синодальном переводе. Воины там опять стоит греческий термин Спира, отряд Спира, а вот тысяченачальник назван греческим термином Хелиархос, что можно перевести либо буквально тысяченачальник, либо если смотреть как употребляется данное слово в древнегреческой литературе как римскую должность военного трибуна Tribunus Militum. И вот военный трибун это командная должность в составе римского легиона. Однако военные трибуны тоже были разные. Мы с вами знаем сегодня, что был один военный трибун из числа сенаторов и еще пять военных трибунов из числа всадников. Поэтому получается, что присутствует во время ареста Господа Иисуса Христа некий военачальник, военный трибун, который берет с собой отряд римских воинов. И, конечно же, вот этот термин Спира не позволяет точно вычислить, какое могло быть количество воинов. Скорее всего, оно не было не таким большим, как в когорте, и даже не таким большим, как в древнеримской манипуле периода четвертого второго веков до Рождества Христова. Скорее всего, воинов было всего человек двадцать или, может быть, тридцать, потому что они должны были обеспечить арест человека, которого иудеи представили римским властям как бунтовщика и сопротивляющегося римской власти революционера. Поэтому получается, что арест Господа Иисуса Христа был санкционирован как минимум на уровне военных властей римского легиона, размещавшегося в Иерусалиме, а может быть, была дана санкция и самим римским прокуратором Понти. Получается, что воины вместе со своим военным трибунам идут для того, чтобы арестовать потенциального повстанца. Но святитель Иоанн Златоуст предполагает, что вероятно воины хотели еще и заработать. Похоже, что иудеи посулили им немалое вознаграждение за эту ночную операцию. Приходят туда с фонарями и светильниками и оружием Берут с собой лучше перевести термин фонос как факел Соответственно приходят туда с факелами и со светильниками лампадами и с оружием. Почему берут с собой светильники и факелы? Потому что предполагают, что Иисус может находиться где-то в глухой темной части сада и в таком случае необходимо будет освещать эту местность. Когда речь идет о оружии, следует помнить, что евангелисты синоптики указывают на и другие виды оружия, кроме того, что сама Спира от Риатринских войнов имел стандартное вооружение. Те самые служители от первосвященников и фарисеев также похоже были вооружены и вот эти вооружения в синоптических евангелиях передаются следующими выражениями толпа с мечами и кольями. Что здесь имеется ввиду под мечом обсудим чуть позже, когда будем говорить о мече апостола Петра, ну а за термином русского синодального перевода колья скрывается слово ксилон, то есть бревно или дубина. Получается, что не только римские воины, но и служители храма, служители от фарисеев также взяли с собой простое доступное им оружие. Четвертый стих. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Господь Иисус Христос, как истинный воплотившийся Бог, знает, что произойдет дальше, но его задача не только добровольно себя предать тем, кто ищет его ареста, но и сохранить своих учеников, что видно из дальнейшего повествования. Он спрашивает, кого ищете? Пятый стих. Ему отвечали, Иисуса на заре. Иисус говорит им, это я, стоял же с ними и Иуда, предатель его. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, следует помнить, что евангелист опускает все те подробности, все те детали, которые изложили предыдущие три синаптические евангелиста. Поэтому он не говорит о предательском целовании Иуды. Похоже, Иуда вначале подходит, целует своего учителя, слышит фразу «Этим ли целованием предаешь меня?» и отходит назад. Но несмотря на то, что Иуда явным образом показал, какого человека необходимо арестовать, вы все-таки из спира и служители до конца не понимают. Поэтому Иисус и задает такой вопрос «Кого же вы ищете?» И когда говорят «Иисуса из Назария», отвечает «Это я». То есть они до сих пор не понимают. И дальше он им продемонстрирует, что если бы не его соизволение, если бы не его собственная воля, то они даже не могли бы его узнать, несмотря на попытки Иуды через целование указать на него, на Иисуса. И вот здесь, в этом пятом стихе Иоанн Богослов раскрывает то, что видели ученики Господа Иисуса Христа, стоявший, видимо, несколько сзади его, что Иуда, один из двенадцати, один из учеников, вместо того, чтобы присоединиться к ним, апостолам, отошел назад, туда, к этому отряду римских воинов и к этому собранию служителей, первосвященников и фарисеев, которые явно проявляют недоброжелательность по отношению к учителю, бряцают оружием и, как из всего видно, хотят его арестовать. Вот это вот замечание, что стояв же с ними Иуда, это есть замечание Иоанна Богослова, как непосредственно участвовавшего в этих событиях ученика. Похоже, это его и удивило, и поразило, и огорчило. Иисус говорит им, это я. Шестой стих. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Это очень важный момент при аресте Господа Иисуса Христа. Об этом моменте рассказывает только Иоанн Богослов, восполняя повествование первых трех евангелистов и считая, что данная ситуация, данное событие достойно внимания. Что значит Господь говорит, это я? Самое вероятное, что как и при беседе с иудеями в Иерусалимском храме, когда те у него спрашивали, скажи нам наконец, ты ли Христос? Он не произносил по отношению к себе слово Христос в беседе с иудеями, а говорил, если не уверуете, что это я. Соответственно, называл себя это я, эго ими в греческом переводе Евангелия от Иоанна. И вот это выражение это я, конечно же, прежде всего ссылка на книгу Второзакония 32 главу 39 стих, где в переводе 70 в переводе на греческий язык мы с вами читаем следующее видите, видите, или другой перевод ведаете, ведаете, что это я, и нет Бога кроме меня. По-церковно-славянски видите, видите, яко аз есмь, несем Бог разве меня. Конечно, подобное же выражение эго ими я есмь в отношении к Богу используется также в книге пророка Исаии в 43 главе в 10 стихе, где в греческом переводе читаем чтобы вы узнали и уверовали и уразумели что я есмь по-церковно-славянски до увести и веруете ми и уразумеете яко аз есмь. Но по какой же причине? Хотя Господь говорит я есмь и тем самым для евреев, которые там стоят, а стояли там люди довольно грамотные, раз они были служителями первосвященников и фарисеев. Мы помним, что прежде кого-то может быть даже из них, может быть и других, но служителей посылали для того, чтобы Господа Иисуса Христа арестовать в Иерусалимском храме и они пришли назад и сказали мы его не взяли потому что никогда человек не говорил как этот человек. Значит служители были богословски достаточно образованными. Значит они понимали о чем он говорит и сейчас в Гефсиманском саду. Но могло ли это выражение Господа Иисуса Христа вот такое произвести действие что они падают на землю? Современные следователи считают что Господь не только говорит то что напоминает книгу второзакония или книгу пророка Исаии. Некоторые современные экзегеты идут значительно дальше и считают что за этим греческим выражением эго ими в данном случае скрывается то что Господь Иисус Христос произнес священное ветхозаветное имя Божие которое вероятно звучало по-еврейски как Ягве. Оно происходит от глагола быть присутствовать и соответственно значение термина Ягве личного имени Ягве это тот кто присутствует и помогает помощник и покровитель и вот эти следователи считают что Господь произносит это священное ветхозаветное имя и соответственно это так воздействует на умы и на сознание как стоящих римских воинов на спиру так и на служителей евреев что они все падают ниц на землю однако несмотря на то что это очень интересное предположение его следует признать в целом несостоятельным по следующим причинам первое нам известно что после возвращения евреев из иерусалимского плена имя Божие перестали произносить а во времена Господа Иисуса Христа уже не только его не произносили а произносили заменители этого имени Божия как например Адонай или Адонай то есть мой господин но скорее всего среди простого народа даже забыли как оно произносится подтверждением этого является тот факт что только первосвященник один раз в год зайдя во святая святых произносил это священное имя Божье и после разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70-м году по рождестве Христовым то есть всего через 40 лет после описываемых в Евангелии от Иоанна событий ареста Иисуса Христа в Гефсимании через 40 лет после разрушения храма и смерти первосвященника произнесение ветхозаветного имени Божия было утрачено поэтому получается что даже если бы Господь произнес это священное имя даже находившиеся там служители от первосвященника и фарисеев евреи имевшие богословское образование скорее всего не поняли бы что за звуки произносит Господь второе не сказано у евангелиста Иоанна Богослова что на землю пали только евреи значит и римские войны тоже пали ниц именно так понимает этот эпизод святитель Иоанн Златоуст но ведь для римских воинов имя еврейского Бога не имело ни сакрального значения ни особого смысла и наконец третье если бы это падение ниц на землю было именно падением из почтения перед священным именем Божиим хотя у тех кто падает ниц и нет уважения к произносящему это имя то конечно же евангелист Иоанн Богослов использовал бы греческий термин проскинео который и означает падать ниц именно с почтением благоговейно ради почитания чего-либо или кого-либо как например в 9 главе в 38 стихе Евангелия от Иоанна когда исцеленный слепорожденный падает ниц перед Господом Иисусом Христом когда тот его встретил в Иерусалимском храме Иоанн Богослов использует именно этот греческий глагол но в данной ситуации при аресте в Гефсимании Господа Иисуса Христа Иоанн Богослов использует очень простой греческий термин пипто который означает просто падать упали на землю поэтому скорее всего имело место некое чудесное сверхъестественное действие Господа Иисуса Христа которое и привело к падению ниц перед ним на землю как отряда римских воинов спиры так и еврейских служителей мы точно не знаем в чем это заключалось и евангелист Иоанн Богослов возможно специально не передает были ли при этом какие-то явные знаки было ли что-то видимо как эта вспышка или гром может быть и было а скорее всего нет скорее всего эти люди которые полениться на землю почувствовали величие того кого они пришли арестовать а Христос это свое величие божественное достоинство демонстрирует по двум причинам первая причина чтобы они понимали если бы он не пожелал они бы его не смогли арестовать вторая причина ему необходимо предав себя для дальнейших действий для суда для распятия оградить его учеников ибо он после распятия погребения воскреснет но он вознесется и ученики будут продолжательными его дела они будут благовествовать о его воскресении итак спира и евреи падают ниц на землю седьмой стих а Господь Иисус Христос спокойно их спрашивает опять спросил их кого ищите они сказали Иисуса на заре восьмой стих Иисус отвечал Я сказал вам что это Я итак если меня ищете оставьте их пусть идут имеют ввиду своих учеников вот это одна из основных причин по которой Господь продемонстрировал свое превосходство не только над еврейскими служителями но даже и над римскими солдатами воинами обученными подготовленными для действий в разных неожиданных ситуациях 9 стих да сбудется слово реченное им из тех которых ты мне дал я не погубил никого здесь Иоанн Богослов указывает на слова Господа Иисуса Христа произнесенной во время и прощальной беседы с учениками и во время его первосвященнической молитвы Богу и Отцу 10 стих Симон же Петр имея меч извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо и имя рабу было Малх Встает два вопроса Первый Что же апостол Петр носил с собой меч? Ведь мы используем этот термин когда говорим о достаточно большом по размеру холодном оружии Но конечно здесь за термином синодального перевода скрывается тот греческий термин который имеет иное значение Это термин махера Махера очень распространенный термин со времен Гомера в древнегреческом языке который указывает прежде всего на некий нож Нож использовавшийся при жертвоприношениях при забое при охоте при готовлении пищи во время стрижки для бритья и в качестве инструмента у представителей разных профессий у кожевников садовников и так далее Итак это был нож длиной может быть 20 или 30 сантиметров который имел достаточно универсальный характер во многих сферах он мог использоваться и вероятно конечно нож который был у апостола Петра был необходим для того чтобы разделывать пасхального агнца во время пасхальной трапезы на тайной вечере вместе со господом но этот термин махера имеет и собственно военное значение он это оружие использовалось именно как холодное оружие со времен Геродота и поэтому лучше перевести как маленький меч но собственно надо отличать от того что в древности называлось мечом то есть меч с длинным и широким клинком иногда вы называли фракийский меч а по-гречески это звучит как ромфея ну и соответственно необходимо отличать данный нож от ксифоса то есть остроконечного оружия колющего оружия колющего меча поэтому иногда под данным ножом махера могли понимать то что мы сегодня называем кинжал или сабля например у ксенофонта это изогнутое оружие поэтому получается что данный термин имел слишком общее значение и мы не можем точно сказать был ли у святого апостола Петра боевой нож или вот тот самый универсальный нож предпочтительно второе толкование это был универсальный нож который использовался во время трапезы второй вопрос почему апостол Петр отсек правое ухо у малха ведь если замахиваться и отсекать другому человеку пытаться отсечь ухо правой рукой то будет отсечено левое ухо скорее всего апостол Петр целился не в ухо он целился вверх головы для того чтобы убить этого раба но тот уклонился и удар прошелся покасательный так что апостол Петр только отсек ухо Иоанн Богослов единственный кто называет имя этого раба Малх называет для того чтобы придать большую достоверность данному рассказу поделиться данным рассказом как свидетель находившийся там в момент этого происшествия почему это важно он Иоанн Богослов опускает повествование которое есть у евангелиста Луки согласно которому Господь Иисус Христос исцелил ухо этого раба 11 стих но Иисус сказал Петру вложи меч в ножны конечно надо бы перевести вложи нож в ножны неужели мне не пить чаши которую дал мне отец еще несколько часов назад апостол Петр с другими учениками пили из другой чаши из благословенной чаши в которой была кровь Господа Иисуса Христа и вот теперь все изменилось из того радостного и благодатного состояния они перешли в состояние паники и ужаса что видно из действия апостола но Господь дабы его подбодрить использует художественный символический образ указывает на предстоящие страдания но не говорит неужели я не буду страдать не говорит неужели я не взойду на крест дабы еще больше не напугать и Петра и других учеников но желая их укрепить желая напомнить какой чаши они удостоились всего лишь некоторое время назад он говорит что мне еще предстоит испить из другой чаши конечно же это чаша страданий и чаша смерти на кресте двенадцатый стих тогда воины и тысяча начальник и служители иудийские взяли Иисуса и связали его он им предает себя это явным образом показывает он подчеркивает Господь Иисус Христо что добровольно идет с ними но они этого до конца не понимают им все-таки хочется подчеркнуть что они имеют якобы некую человеческую власть над ним и поэтому его связывают для того чтобы отвезти сначала к первосвященникам а потом и к самому римскому прокуратору Пилату для того чтобы его осудить большое спасибо за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео